С вещами на выход. Омская семья оказалась на улице за долги по квартплате. Инцидент произошел в поселке Береговой. Мать и 30-летний сын-инвалид пятые сутки ночуют под открытым небом, сообщает один из пабликов в Инстаграме. Пост привлек внимание сотрудников полиции и общественности. Даже не знаю, чем помочь. Разве что разместить у себя в квартире. Завтра поеду и еды отвезу. Готов сложиться на съемную квартиру. Пишет неравнодушный Амич. Однако нашлись и соседи, которые оставили под постом свое мнение. Эта мамочка с сыном дурагоны. Им жилье предлагали, а они носом крутят. Там не буду, здесь не буду. А с жилья их выгнали со съемного, за которое они не заплатили ни копейки. А этот пост привлек внимание сотрудников ГИБДД. Водитель припарковал свой Лексус на одной из клумб Любинского проспекта. В комментариях Амичи даже поспорили, оштрафуют или нет нарушителя правил. Многие считают, что нарушение сойдет ему с рук. Город в первую очередь строится для людей, а не для машин. Поиск парковочного места остается проблемой водителей, а не архитекторов. Высказались Амичи. Десятки фотографий и жалоб на затопленные омские улицы разместили за последние сутки пешеходы. Самым обсуждаемым стало это видео, на котором школьники вынуждены лезть через забор, чтобы преодолеть огромную лужу. Правда, в комментариях одни пользователи отметили, что ролик был снят лет пять назад. Только за прошедшие пять лет ничего к лучшему в этом плане не изменилось. Возражают другие. Гуляют по интернету и фотографии других омских улиц. Пешеходные дорожки на 19-й Марьяновской, озера на улице Серова и Лукашевича, тротуары в Старом Кировске. Добавили грязи и работники водоканала. Участок во дворе на Пятой Корной раскопали еще осенью. Как попало, закопали и бросили. А сейчас местным жителям ни пройти, ни проехать. Пожаловался автор поста. Они вечно после себя ничего не подбирают и не убирают. Разворотят, а ты потом мучайся. Присоединились другие пользователи. Что течет в Иртыш? С таким вопросом к пользователям обратился автор этого поста. Фото сделаны на Омском судоремонтном заводе. Из старой баржи в реку льется непонятная жидкость. А мечи высказали разные предположения. Больше напоминает эмульсию. Отработку, перемешанную с водой. Явно масло. Высказались одни. Да не парьтесь, это обычная ржавчина с днища парохода, перемешанная с водой. Этот танкер давно списанный и стоит там уже лет семь. А перед тем, как его поставили, внутри все это пропарили от химикатов. Уверены другие. Продолжаем следить за самыми обсуждаемыми темами вместе с пользователями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова